Христианство На самом деле мы остановились в наших исследованиях на понимании того, что христианство невозможно реализовать в глобальном масштабе, невозможно организовать на больших группах, и можно христианство организовать только на уровне малых групп, на уровне семьи, допустим, или более широко понимаемой семьи. То есть, что такое такая широко понимаемая семья? Это коллектив людей, которые знают друг друга, которые ведут совместный образ жизни, по крайней мере, они знают друг друга так, что они много проводят времени совместно, у них образуется некая совместная жизнь, какие-то совместные впечатления, совместный опыт. И только на базе такой широко понимаемой семьи и, возможно, то, что проповедуется в Евангелии. Почему это так? Мы выводили это из-за того, как мы понимаем, что такое добро. Добро мы говорили о том, что оно всегда конкретно, что добро всегда требует выяснения конкретных условий и возможностей своей реализации. Потому что если речь идет, допустим, о каких-то принципах, законах, заповедях, если речь идет о счетах всеобщих, то такое всеобщее, оно, во-первых, не гарантирует, что оно в следовании такому всеобщему принципу осуществит добро. А во-вторых, на самом деле, в этом исполнении вот такого абстрактного принципа отсутствует... Ну, формально. Отсутствует любовь, да, вот то, что ты говоришь, формальный подход, я хотел сказать, отсутствует любовь, то есть отсутствует целеполагание по отношению к другому человеку. Потому что исполнение, вот как бы у Канта, у Канта исполнение этического закона должно быть ради самого закона, то есть не ради даже человека. То есть человек, там, или там конкретно сопоставительность несущественна. Существенно то, что ты исполняешь, как бы, закон ради закона, и все. То есть вот в этом вот есть вот то, что мы называли абстрактным добром. Вот в этом абстрактном добре есть какое-то равнодушие, на самом деле, к самой реализации добра. То есть равнодушие фактически к конкретности человека, о котором идет речь. То есть ты почему... И причем это равнодушие к другому человеку, вот оно, его можно обобщить в термине эгоизм. То есть, например, я понимаю, что деньги являются благом, да, как бы, это мое личное мнение, что деньги являются благами, вот дать другому деньги, как бы, это значит его облагодетельствовать. А другому человеку, может быть, не деньги нужны, да, а нужно твое личное внимание, нужно твое личное участие, там, и прочее, да, общение. То есть можно пытаться откупаться от человека деньгами, да, но на самом деле мы понимаем, что вот это своего рода эгоизм, опять же, да, вот решать, что для человека является благом, да, решать за него, и как бы, и как, если бы действительно добро было именно тем добром, который я считаю, что для другой человека является добром. А мы, когда говорили о конкретности добра, вот мы исходили из того, что добро должно быть тем добром, который сам человек считает для себя добром. И то есть, и когда мы говорили о добре, что добро – это стремление принести другому пользу, имелось в виду, польза именно в том и состояла, чтобы она была конкретной пользой в понимании другого человека. Причем, как бы, не просто в понимании его, того, как он субъективно это оценивает, в чем состоит его польза. Например, какой-нибудь наркоман посчитал бы, что там лишняя доза для него была бы это благо. Вопрос же не о том идет, вопрос, что это о некой объективной пользе для другого человека. Вот эту объективную пользу сложно достигнуть. Для этого требуется выяснение конкретных обстоятельств, личности этого человека, обстоятельств, время и место, и прочее, и прочее. То есть, требуется личное конкретное участие, личное конкретное действие, которые связаны с конкретностью другого человека. То есть, в этом состоит доброе дело, что мы вторгаемся в каком-то отношении, в пространство другой человека и пытаемся из того, что мы видим, из той конкретной картины, которая предстает, осуществить пользу для него. Так вот, вот такая польза, вот такое добро, оно возможно только, если люди друг друга знают. Только в маленьких коллективах, ну то есть, в тех коллективах, которых можно назвать даже семьей, в широком смысле семьей, где люди друг друга знают, вот такое добро может осуществляться. И поэтому, на самом деле, крестьянская община, она может быть осуществлена только в рамках вот такой общины, маленькой общины людей друг другу. То есть, в конкретность большого коллектива невозможно говорить каждый человек. В конкретном большом коллективе люди входят в этот коллектив часто анонимно. То есть, люди друг друга не знают. Вот, например, как современное крестьянство, которое стало государственной, ну не сейчас, может быть, а было государственной религией, приобрело глобальные масштабы, христиане там различных областей, христиане, даже, может быть, в большом городе, да, то христиане друг друга не знали, да. И поэтому они не могли действовать по отношению друг к другу. А сейчас христиане в одной церкви. В конкретности добра. Самое-то главное, на самом деле, что такое христианство, которое приобретает глобальные масштабы, оно может быть объединено и функционировать как некого рода единый организм, только в том случае, если оно организуется по подобию того, как организуется государство. Потому что государство ведь тоже не сверху навязано. Государство – это естественная, органическая некая ступень развития общества. То есть общество на определенной ступени как бы создает государство. То есть выделяются отдельные функции общества, и за этим функцией закрепляется просто некоторая институциональность, в том числе и правовая. И эти институты уже работают для того, чтобы обеспечить обществу некого рода развития, некоторого рода жизнедеятельности. Точно так же и организация какая-нибудь большая, типа, допустим, христианства, которое приобрело глобальные масштабы, оно точно так же должно как-то свою деятельность организовать по какому-то принципу. Единственный принцип, естественный, это принцип государственности. И точно так же и христианство организует себя как церковь, и эта церковь точно так же таких же принципов, иерархии, разделение каких-то функций, функции судебных, допустим, в церкви появляется своя отдельная судебная власть, функции управленческой, функции исполнительной и прочее. То есть происходит также разделение властей, происходит как бы в некотором отношении дублирование государственных институтов. Возникает церковь, на самом деле, как она существует до давних времен, она уже представляет собой своего рода государство в государстве. И организована она точно так же, как государство. И чиновники у нее точно так же есть, и ранги точно так же есть, и степени точно так же есть, и прочее, прочее. И такое государство, и вообще говоря, любой большой коллобальный коллектив, он может быть организован только на основе принципов, заповедей, законов, Потому что он может быть организован только на основе некого рода всеобщества, в которой мы имеем мышление. То есть только формально. В этом случае не идет речь ни о каком конкретном добре, в этом случае идет речь о справедливости. То есть это общество, глобальное общество, глобальные коллективы всегда организуются на уровне законничества. Они подчиняются некоторым родам принципам, законам, правилам, которые являются всеобщими. И эти всеобщие правила являются абстрактными. И они уже не осуществляют никакое добро, а они просто осуществляют некоторый принцип равновесия, принцип справедливости. То есть это как на самом деле должно все функционировать в некой единой глобальной системе. И естественно, это законничество, это устроение христианства как государства, оно противоречит установке христианства, которое само изначально при своем возникновении противопоставило себя иудаизмом. То есть как раз вот это вот законничество, оно это есть не что иное, как некая иудаистская тенденция в развитии. Да, возвращение. Законническая. Возвращение. Возвращение вот этой некого рода первобытной религии, религии законнической. И тем самым христианство теряет свой статус, то статус вот этой религии основанной на любви, то есть основанной на конкретности добра. Само упоздняется. Да, и поэтому получается, что немного иногда странно звучит, да, вот как религия любви может быть глобальной. То есть как можно требовать любви между христианами, которые друг друга не знают. То есть любовь всегда подразумевает некоторого рода знания. Да, и любовь это не такая вещь, которая легко устанавливается. То есть увидел христианина какого-то, да, первый раз какой-то, и ты должен сразу его излюбить. Любовь это все-таки некоторого рода вещь, которая возникает благодаря общению, какому-то совместному труду, совместной жизни. То есть это все-таки нечто, что требует труда, какого-то усилия и так далее. Ну и поэтому получается, что христианство, если оно хочет остаться в своей истине, да, и в истине любви, оно должно организовываться в виде таких маленьких локальных групп, людей, которые друг друга знают, по подобию семьи, да. И вот метафора семьи в Евангелии, где говорится, что Бог – это Отец Небесный, а все остальные как бы дети, это вот как бы метафора семьи, она как раз и существенно, и является той самой истиной, которой вот хотел христианство поведать миром. Другое дело, что семья не может быть глобальной, не может целое государство жить как единая семья, это нереально. И если мы это понимаем, на самом деле, и попытаемся обобщать вот эту истину христианства, что оно невозможно, не может быть осуществлено в глобальном коллективе, но тут, правда, надо немного вернуться, тут вот есть, помнишь, мы говорили о регионировании бытия, и в связи с этим о регионировании этического, тут на самом деле, вот я подумал, что, быть может, все-таки мы же неизбежно всегда живем в неких глобальных коллективах, даже эти локальные коллективы, эти маленькие общины семейного типа, они живут в некоторого рода глобальных коллективах, государствах, там, каких-то обществах и так далее. Быть может быть, здесь надо провести, опять же, вот регионирование, что, быть может, в смысле глобальности христианство так и должно остаться всегда закончество, и то есть должно основывать свое устроение на основе никого рода принципов, законов, заповедей и так далее. Но внутри своей маленькой локальной общины, там, да, вот, какой-то поместной церкви, я имею в виду маленькой какой-нибудь церкушки, да, вот, общины, которые вокруг этой церкви организуются, христианство должно быть организовано на принципах любви. То есть, возможно, здесь есть та же самая дополнительность, о которой мы говорили, когда мы говорили, что закон и, как бы, и конкретность добра, они, возможно, дополняют друг друга, да, они не отрицают друг друга, не являются, не так получается, что вот христианство, как бы, является логическим развитием иудаизма, да, там, как бы, дальнейшим его развитием и продолжением. А быть может, Ветхий Завет и Новый Завет – это, на самом деле, вот такие две параллельные линии, да, как бы, и Ветхий Завет точно так же остается ценным и важным, если речь идет о глобальных общинах, то есть, о христианстве, например, на уровне целого государства, там, или о христианстве, о христианах большого города, ну, о каких-то больших масштабах. А когда речь идет о маленьких масштабах, то есть, внутри какой-то маленькой общины, как-то семейного типа, там, как раз, речь уже идет о вот о Новом Завете. То есть, и то, и другое, они, как бы, ценные, и то, и другое имеют значение. Но! Какое возникает здесь возражение? Возражение возникает с той стороны, что вот эта вот жизнь, да, законническая, вот в этой глобальной общине христианской, она часто соблазняет вот эти вот маленькие общины, людей, живущих вот настоящим истинным христианством, да, христианством на основе любви. И здесь возникает, как бы, такое метание, противоречие, да, как же так, вот мы живем в маленькой нашей общине братств, на основании некого братства, да, вот братства в Христе, а вот в глобальном масштабе, как бы, вот и царит какое-то законничество. То есть, вот здесь надо, для того, чтобы совместить эти два принципа, необходимо, чтобы человек понимал, на самом деле, что и невозможно иначе объединить людей, да, вот в глобальном масштабе, кроме как на основе закона, на основе заповедей. То есть, здесь еще и требуется вот некоторого рода еще понимания, да. Нельзя, на самом деле, общину вот этого внутреннего типа, вот семейного типа распространить, на всю глобальную общину христианскую. Это невозможно. Вот это надо понимать. То есть, вот христианство, это должно как-то, видимо, однажды случиться это осознание, да, и должны прекратиться вот эти метания, да, о том, что попытаться превратить, допустим, какой-то монастырь, который умудрился жить на основе братства, да, все монахи друг друга знают, у них вот есть единение, братство. Это попытаться прекратить вот попытки распространить этот монастырь, например, на всю страну, да, превратить всю страну в один большой монастырь. Что это всегда будет нереально, это всегда будет, да, невозможно, потому что я говорю, что сама, потому что в глобальном масштабе никогда люди не будут друг друга знать, и, значит, этика добра будет невозможна. Потому что этика добра требует постоянно вот этого общения и соотношения, да, вот этой конкретности личного участия. То есть, например, в рамках одного какого-то монастыря, в рамках одной какой-то семейной общины, это возможно. Каждый человек может друг друга знать, и люди могут как-то по отношению друг к другу поступать вот именно конкретно, и именно приносить ту самую конкретную пользу, потому что они знают все чаяния, знают другого человека, да, общинника своего, знают, что ему полезно, что ему не полезно, какие у него есть, может быть, там, страстишки, да, какие у него есть пороки, там, где, что, как ему надо помочь, Какие у него есть особенности, там, семья большая, там, детей много, там, и еще что-то, там, живет на загородном далеко, там, и прочее. То есть, вот эта вот конкретность добра, да, которая подразумевается, которая осуществляется в какой-то единстве, какой-то единой жизни, да, она легко осуществляется, если люди друг друга знают. А так, если христиане никак, объединены только названием христианин, да, то единственный способ, каким они друг друга могут знать, это, что они осуществляют некого рода единые принципы, да, живут на основе единых идей, там, некоторого, и живут на основе, только не, некого, единых каких-то заповедей. Но это, опять же, как бы, их, в том числе, не только объединяет, но и разъединяет. Потому что всегда закон, он всегда разъединяет. То есть, он, как бы, вроде кажется, любая идея объединяет, но на самом деле это далеко не так. Идея, на самом деле, объединяет-то, как раз, совместная жизнь. Люди могут различаться в своих идеях, вот как говорит Павел, что, значит, среди вас должны быть и разногласия. То есть, несмотря на разногласия, люди могут жить в некого рода любви. То, что разногласия, это, как бы, только, как это говорят, там, муж и жена, там, типа, там, ссорятся, на самом деле, там, это просто, там, один из способов любви, да, понимаешь, как бы, продолжение любви. В семье это возможно. А если, как бы, возникают такие разногласия на основе, вот, в идейном плане, то там уже никак это невозможно. И отсюда возникают вот такие в христианстве странные явления, как, там, это преследование ересей вплоть до смерти и прочее. Потому что там возникает вот эта вот государственная машина, понимаешь, где это, во что бы то ни стало, закон должен быть исполнен. Где вот это вот забывается, что, на самом деле, добро может закону противоречить. Что добро, оно может, как бы, осуществляться, в том числе и с нарушением закона. Ну, вот эта вот тема мы много раз обсуждали. А теперь, вот, если возвращаться, опять же, к начатому разговору, вот, о маленьких общинах и обобщать вот этику добра не только на христианство, а, в принципе, на устроение любого общества, то следует говорить о том, что эффективными могут быть в нашем обществе вот маленькие группы, маленькие коллективы сплощенных людей. Вот, единственное, они могут быть эффективны. Вот, например, для того, чтобы это понять, надо взять в пример партии. Вот, казалось бы, партии, вот, особенно большие партии, они, на самом деле, напоминают вот эти вот глобальные коллективы, которые живут согласно некоторого рода принципу. И вот такие глобальные коллективы, конечно же, они могут в классе дорваться и так далее, но они всегда вот живут в каком-то лицемии. Всегда. То есть, в партии, как бы, она не может, на самом деле, существовать, как бы, вот, в неком роде искренности, да, вот, в неком роде вот этом порыве, душевном энтузиазме, в котором могут существовать маленькие коллективы. Маленькие коллективы и вот тех самых людей, которые объединены именно совместной жизнью, совместными некоторого рода деяниями, там, поступками и прочее. То есть, вот эти вот маленькие сплоченные коллективы, они всегда более будут эффективны любой вот такой глобальной партии. Всякие такие глобальные партии, они будут вырождаться в нечто государственное. И вообще будут строиться, и всегда строятся, вот, если взять любую партию, да, она всегда строится на основе какого-то централизма, да, вот, похожего на государство. Были ячейки маленькие, да? А все равно, ячейки, там же сначала были ячейки внизу. Ну, ты вспомнишь, как начинался этот РСДРП, оно тоже было маленькое, сплощенных людей, которые друг друга знали. И пока оно было маленькое, да, оно было очень эффективно. Когда оно начало все расти и расти и шириться, на самом деле, вот, возникает, стал возникать вот это вот некого рода, как это называется-то, лицемерие. Потому что многие люди приходят в партию для того, чтобы преследовать какие-то свои цели. И они внешним видом делают вид, что исполняют все вот эти принципы, которые, там, заложены в партию, платят членские взносы, там, поучаствуют на собраниях, там, голосуют, говорят, там, обсуждают какие-то вещи, и вроде, как бы, являются истинными партийцами, а на самом деле в душе, как бы, совсем другие. То есть, вот это вот, как вот у фарисеи были. Вот, был же фарисист, вот, Христос противопоставляет фарисеям некого рода нового вида общины, да, в которой объединена. В котором внутреннее и внешнее друг другу соответствуют. Не так, что на показ фарисеи исполняют букву закона, да, а в душе, как бы, вот, дух, тот самый дух закона, да, то есть, то, что закон хотел, чтобы осуществлялось добро, они не исполняют. Ну, вот это лицемерие фарисеев. И здесь даже не идет здесь о том, что именно фарисеи в счете конкретно виноваты, а в том, что любое исполнение закона таково, что оно, на самом деле, не может, как бы, достигнуть добра. Что закон, на самом деле, он, вот, в силу своей абстрактности, он, как бы, исполнение закона всегда будет лицемерным. Как бы человек не хотел. Потому что добро иногда может потребовать нарушить закон, а и законник, он не может нарушить закон. Человека рядом убивают, да, как бы, но ты, для того, чтобы тебе спасти человека, тебе, может, самому придется убить. Но ты, если ты следуешь заповеди, не уби, ты ничего не можешь сделать. Стоишь и смотришь. И прочее, и прочее. И вот, как бы, в отличие от партий таких, которые, даже если они и бывают иногда успешными, но и, в принципе, как бы, которые вырождаются в государстве, всегда являются успешными вот такие мобильные маленькие группы, да, людей, знающих друг друга, да, то есть, таких сплоченных, сплоченных коллективов. На самом деле, вот о таких сплоченных коллективах, например, любят говорить в французской философии. Ну, там, например, Делес об этом говорит много. Что именно вот такие сплоченные группы, как бы, да, вот людей, единомышленников, но единомышленников не в смысле даже идеи, а в смысле единства жизни, на самом деле, единства опыта. Вот такие группы могут быть эффективными. Что самое важное? Тут самое важное в том состоит, что вот щелка... Опыт в смысле общая жизнь. Общая жизнь, но это и есть опыт общий. Чего тут проблема-то состоит? Проблема состоит в том, что наша жизнь, на самом деле, она очень динамична. И почему партия всякий раз застревает лицемерие? Потому что жизнь меняется, а партия, как огромная система, которая держится на законничестве, да, на неком роду принципах, она за этой жизнью не поспевает. И всегда попадает в диссонанс, да. Вот почему, как бы, там возникает вот лицемерие, да? Потому что люди видят, что партия декларирует одно, а делает другое. Что как бы их дела и принципы друг другу не соответствуют. И это дело даже не в том, что партия в этом виновата, а просто жизнь изменилась. И надо бы принципы изменить. Но принципы изменить – это предательство. Да, это как бы предательство принципов. Принципы изменить нельзя. Так уж устроено, как бы. Казалось бы, партия, чтобы быть эффективной, должна менять принципы. Потому что изменилась жизнь. Но изменять принципы – это предательство. И вот получается диссонанс между тем, что партия как какой-то монстр на самом деле существует, жизнь как бы уходит, и люди, чтобы осуществлять, быть вместе с жизнью, приходится им нарушать принципы партии. Тем самым как бы возникает вот эта двойная бухгалтерия, возникает лицемерие. А в маленьком коллективе, в котором на самом деле самое главное не единство принципов, не единство каких-то заповедей законов, а единство опыта, изменяется жизнь, изменяется опыт, соответственно, изменяется действие. То есть там такая вещь естественная. И более того, в маленьком коллективе даже всегда, как я говорил, возможно разногласия идей и разноголосия. То есть идеи могут быть разные, ведь каждый доказывает правоту своих идей делами, которые вот на виду. То есть тебе не надо там на собрании выступать, как бы кулаком обстолбить, потому что ты действуешь как бы и показываешь, что твои идеи, они вот воплощаются в реальность. Вот они вот, вот и его плоды. И люди просто, которые тебя знают, они просто видят, что вот эти идеи работают и так далее. И так все проверяется на практике. В партии это не проверить, потому что в партии есть функционеры, которые там что-то там говорят надо делать, и есть те, кто на самом деле делает. И между ними такой огромный разрыв, что там непонятно, как они, осуществляются ли эти идеи, не осуществляются там, воплощаются ли они в жизни или нет. И вот эти вот маленькие группы сплочений, да, и у них главный принцип их функционирования именно и состоит в том, что никакие не принципы, никакие не абстрактные идеи, а совместная жизнь, совместный опыт, совместная практика, совместное поведение. Не смотря даже, я говорю, на разногласия своих идей. Вот только вот это их сплачивает. И это превращается, вот этот маленький коллектив превращается в семью. Вот в семье же ведь тоже так. Могут быть разногласия там. Один у одного бога верят друг в другу. Да, и тем не менее она функционирует, и какие-то деятельности осуществляются, и семья как бы продолжает жить, и она как-то растет, как-то, и что-то со временем как-то утрясается. Кто-то кого-то может переубеждает или не переубеждает, это не важно. Вот и правильная община, да, которая живет на основе вот этого добра, она именно такова. Там важна не догматика, вот не сама вот эта теология, да, там, это вот построение какой-то системы, а важно вот эта совместность жизни и вот конкретность осуществления этой жизни. Ну да, даже древние христиане-то понимали, почему сказано, что я мощную веру принимаю без рассуждения. И поэтому получается, на самом деле, что вот, так как может организоваться такая вот маленькая, эта группа в сплощении? Естественно, она организуется на базе дружбы, да, там, на базе, там, как бы, широко понятой дружбы. То есть вот, получается, что вот этот принцип дружественности, да, он оказывается существенно важен. И, как бы, вот если взять, опять же, вернуться к христианству, там, конечно, очень много говорится о любви. Да, очень много. Но если вдуматься, на самом деле, что это такое любовь, то эта любовь, на самом деле, это возведенная в какую-то высшую степень дружбы. Это никакой случайно эротическая любовь. Не только что любви, чем если кто отдаст дружбу. Да, 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 да. Именно так. За друзей своих. Именно так. Вот, то есть, вот должна быть такая дружественность, да, ну, в том числе, дружественность, которая возвышается на уровень, как бы, семейной, в том числе и семейной сплощенности. Потому что тут в семье действует родовой принцип, да, семья объединяется при единственном крови, да, как бы. Они вынуждены, как бы, с друг другом считаться, потому что, вот, как бы, они одна кровь, да. А тут нового типа семья, которая объединяется не на основе крови, да, не на основе, как бы, единства, это, там, как бы, рода, а на основе, как бы, единства, вот, некого рода, единства понимания правильной жизни. Ну, понимание правильной жизни не на основе, говорю, я еще раз говорю, как бы, это же очень важно, на основе принципов, заповедей, что бы то ни было, а на основе, вот, добра, на основе конкретности жизнедеятельности, да, на основе конкретности жизни в добре. В некого рода коллективе. То есть, мы говорили о том, что добро всегда конкретно. Если человек хочет быть нравственным, если он хочет совершать добро, он должен как бы осуществлять эту конкретность добра в отношении другого человека. Но тут странно получается. В отношении любого другого абстрактного человека нет ни любого абстрактного, а именно ближнего. А кто такой этот ближний? Так вот тот самый человек, который входит в твою маленькую сплочённую группу. Возлюби ближнего своего как самого себя. То есть, возлюби того самого, кто рядом. Но это же возлюби ближнего своего семья. Здесь же не звучит он как принцип и заповедь. Просто речь идёт о том, что такое любовь, как она осуществляется. Она осуществляется в единстве некоторого жизни, единстве некоторого опыта. В маленьком коллективе, где люди друг друга знают. И вот этот коллектив по замыслу, он как раз и есть та ячейка нравственности. Потому что нравственность невозможно, как мы много раз говорили, осуществить на необитаемом острове, будучи один. Один на один с самим собой, никакая нравственность здесь не возникает. Нравственность всегда есть некоторого рода способ существовать по отношению к другому. То есть, это всегда направленность по отношению к другому человеку. Поэтому нужна какой-то коллектив. И поэтому жизнь в коллективе может быть только нравственной. И Гегель об этом правильно говорит, что есть некая нравственная субстанция, а именно коллектив. По отношению к которому ты живешь. И если ты живешь согласно некоторого рода жизни, нравом этого коллектива, ты являешься нравственным. Конечно же, есть разные коллективы. Есть воровской коллектив, есть коллектив христианских коллективов. Понятное дело, что и нравственность будет разной. Будет производственная нравственность, нравственность в воровском коллективе. Там же тоже какие-то понятия есть, что дозволено, что не дозволено. Мы говорим все-таки о христианской общении. И в христианском коллективе нравственность будет состоять в том, чтобы жить в этом коллективе в любви и согласии, в совместной некоторого рода жизни, опыте, в совместном как бы осуществлении добра по отношению друг к другу. И вот такое осуществление христианства. И это как бы завершение некоторого отношения, что такое этика добра. Этику добра нельзя поднять на уровень государства. Мы хотели это сделать, да? Построить коммунистическое государство. Чтобы осуществить этику добра на уровне государства. Потому что мы говорили, что на уровне отдельного человека не построить. Сейчас я как бы попытаюсь ретроспективно показать всю логику. На уровне отдельного человека не построить, потому что возникает странная ситуация, что человек должен собой жертвовать и непонятно почему, какие стимулы будут для этого у него. Что его заставит жить в постоянной жертве самим собой. В этом было какое-то безумие. И мы посчитали, что, возможно, если человек будет жить в обществе, и общество будет правильно устроено, например, общество государства, то это государство так организует жизнь, что в нем вот эта жертвенность, готовность к жертве, она будет естественным образом осуществляться внутри некоторого рода функционирующего правильного государства. Но тут в государстве не удается осуществить именно этику добра, именно конкретной жизни, потому что государство – это все-таки некое создание глобальное, которое должно само осуществляться на основе некоторых законов, принципов и так далее. И получается, что есть некий третий вариант, а третий вариант состоит в том, что один человек не может жить в этике добра, но в этике добра может жить маленький коллектив. И вот этот маленький коллектив, который можно назвать как бы в расширенном понимании семьей, но семьей основан не на родовом принципе, а на принципе вот некоторой общности жизни, общности общения и прочее, да. Вот это вот маленький коллектив, вот эта сплоченная группа, и, собственно, и есть тот самый элемент нравственности, именно нравственности опять же в гигелевском смысле, как некая субстанция нравственности, да, как некая действительность. Не государство является действительностью этой, как у Гигеля, а этой действительностью является жизнь не народа, как у Гигеля. У Гигеля как получается? Что нравственной субстанцией является нравственной жизнью народа. А мы теперь говорим о том, что нравственной субстанцией, нравственной действительностью является нравственной жизнью некого рода сплоченной группы коллектива, маленького. И вот этот маленький коллектив, сплоченный, и жизнь в этом коллективе и называется нравственной. И только она может, этот маленький коллектив может достигнуть уровня этики добра. И более того, этот коллектив сам включен в более широкий коллектив глобальный, и внутри этого глобального коллектива он на самом деле действует точно так же законнически, потому что другого способа нет. Еще третий уровень есть, родовой уровень тоже остается, да. Родовой уровень должен как-то вписаться вот в этот маленький коллектив. Либо он полностью входит туда, то есть эти группы объединяют, допустим, несколько семей, да. То есть коллектив это друг друга, знающих людей, куда объединены несколько семей. Все равно остаются еще родственники какие-то внешние там. Нет, потому что мы, может, никуда не деваем государство. Государство остается, и мы в этом государстве должны соблюдать законы, жить согласно принципам и прочее. То есть тут есть взаимная дополнительность. Слушай, а зачем? Подожди, ближнего, смотри, вот ближним является для тебя только тот человек, который включен в твой коллектив, малую группу, да. Ты по отношению к этим ближним осуществляешь ту самую христианство, ту самую любовь, о которой говорит Христос. А по отношению к другим, да, внешним, по отношению к другим. С этими ты дружишь. Да, ты живешь с ними на основании принципов. Да, с остальными. Законнически. Формально. Да, формально законнически. Если они вступают в твою группу, если они вступают в твой коллектив, становятся для тебя ближними, то твои отношения к ним перестраиваются. И с законничества перестраиваются в отношения христианской любви и так далее. То есть, тут такой процесс есть, разрастание. Насколько может эта группа разрастись? Ну, насколько вообще можно быть знакомым с другими людьми? Сколько может человек, в принципе, удерживать теплые отношения, дружественные, семейные, с другими людьми? Ну, я не думаю, что там могут большие коллективы. Может быть, там, не знаю, 20 человек, может быть, 50. Я не думаю, что слишком много. Ни человека не хватит, бросить. И вот этот коллектив такой, он может жить на основе этики добра. То есть, этика добра может быть воплощена только в таких малых коллективах. Вот такой вывод. Причем она может быть воплощена в том самом смысле, в том самом смысле, что она будет эффективна, она будет реализацией конкретного добра, осуществлением нравственности, высшим пониманием этого смысла слова, да? Не просто справедливости и законничества, а именно любви. То есть, она будет той самой вот этикой, которую мы чаем. Ну, я понял. В статике все хорошо. А куда эта система движется? Ну, видишь, она не может перерасти в государство. Потому что, переразаясь в государство, она каждый раз будет вырождаться. Как и случилось с христианством. Только стоило христианству стать... Вот пока она была различными маленькими общинами, там, церковь какой-нибудь, там, как там, помнишь, там пишется, такой церкви напиши, такой церкви напиши, пока она была разрозненными церквями, где люди друг друга, видимо, более-менее знали, да, там, она, эта христианство оставалась в своей, как бы, истине, да? А как только она сделала государственные религии, все. Тут же как-то вот началось, как бы, вырождение христианства. И постепенно она, как христианство превратилась в церковь, уже в государственном смысле, да? Со своим судом, со своим управлением, там, со своими чинами, там, со своей иерархией. То есть, как бы, вот этот дух выхолостился. Какой смысл ты два государства держать? Никакого смысла. Поэтому, на самом деле, это движение, в этом только одно состоит движение, что тут же речь идет о Боге, что к Богу мы не можем в одиночку прийти, потому что, на самом деле, в одиночку... Нет, смысл, наверное, есть. Почему? Потому что, видите, партии тоже выросли из церкви, к большому счету, слышишь? Да. Вот, и партии-то, в общем-то, нужны, и... Какие-то общественные институты, вот тоже гражданское общество, это же все, как бы, вот, все отсюда. Ведь, понимаешь, государство... Еще раз, государство никуда не денется, но государство, как было на законнических основаниях, как оно жило по принципам каким-то, да? Во всеобществе. Ну, вот смотри, вот... Так оно и будет продолжать жить в принципе всеобществе. Я понимаю, что в современном языке он говорит, государство живет формально, по закону. Да. А есть некое гражданское общество, разделенное на некие небольшие группы. И все равно, оно будет жить формально. Слушай, и это гражданское общество как раз и должно оказывать на государство то влияние, чтобы государство, как сказать, входило в конкретность добра. Понимаешь, гражданское общество не является однородным чем-то. Гражданское общество состоит из таких маленьких коллективов, если вдуматься. На самом деле, все это у нас уже функционирует. То, что мы говорим о маленьких коллективах, это же не такая вещь, которую мы только что обнаружили. Уже существуют какие-то маленькие коллективы. И церковь, есть и партии, есть и гражданское общество. Все это функционирует. Только мы утверждаем фактически только одно, что этика добра не может быть осуществлена в глобальном масштабе. Она может осуществлена быть локально. Вот у нас коллектив есть, в нашем коллективе может существовать, в других локальных коллективах. То есть, где люди друг друга знают, где это, в принципе, возможно, конкретная жизнь. То есть, понимаешь, для того, чтобы эта система двинулась в сторону Царства Божьего, связи между этими общинами должны быть какие-то невертикальные. Да это не важно, Валя, на самом деле, я считаю здесь так, не должен человек задумываться о том, каким образом эти маленькие коллективы должны еще как-то объединиться. Как ты говоришь, нейронная сеть какая-то из них должна состояться. На самом деле, это само по себе как-то будет функционировать, и как в реальности жизни она как-то соотнесется друг с другом, все коллективы. Об этом не нужно задумываться. Важно, на самом деле, состоит в том, что к Богу ты не можешь прийти один. Ну, скажем так, по крайней мере, это сложно. А если ты приходишь в маленьком коллективе, ты можешь расти. Вот та вот малая церковь, да, говорят, семья – маленькая церковь. На самом деле, надо говорить не о родовой семье, потому что это все-таки совсем так необязательно, что это так. Она говорит, а вот именно такой маленькой группе, не единомышленников, а маленькой группе сплочений. Вот такая маленькая группа сплочений, как бы новая семья, построена необязательно на родовом принципе. Вот такая вот маленькая семья, она является маленькой церковью. Именно через нее только ты входишь в Царство Небесное. То есть, через нее ты в этой маленькой церкви ты научаешься любить другого человека, в принципе, что не так легко. Научаешься дружбе, научаешься добру, научаешься конкретности вот этого вот. Приготавливаешься. Да, приготавливаешься к тому, чтобы на самом деле все это понять. Тебе же нужно… Ведь жизнь наша земная – это своего рода испытание. Мы здесь должны научиться умению общаться с другим человеком, умению с ним взаимодействовать. Когда мы этому научаемся, мы предуготовлены уже для Царства Небесного. Как уж там будут устроены, это уже другой разговор. Это уже дело Божье, а не наше. А вот дело христианское состоит в том, чтобы в этой малой общине жить, в этой малой общине совершать христианскую жизнь, в совместной жизни, в совместных деяниях, то есть, в взаимном добре, в конкретности добра, в этики добра, и уповать на то, что, как бы, вот эта вот жизнь, она вот осуществляется, что есть также и дальнейшая жизнь, и эта дальнейшая жизнь, она как-то в Боге осуществляется. То есть, расти через маленькую общину, вот эту вот, маленькую церковь.